9 мая 2022 года в США был пойман беглый преступник Кейси Уайт. Заместитель начальника тюрьмы Вики Уайт, которая помогла ему сбежать, погибла при задержании. Выяснилось, что она крутила роман с заключенным однофамильцем, под носом у коллег. Сотни раз занималась с ним сексом по телефону и была готова защищать свое чувство до последнего вздоха. Вики Сью Дэвис родилась в 1966 году во Флоренции и всю жизнь провела среди людей, большую часть которых знала с детства. В 2002 году она вышла замуж за Томми Уайта. Детей у пары не было. Брак распался в 2006 году, так как Томми злоупотреблял алкоголем и наркотиками. Несмотря на это, Вики поддерживала с бывшим супругом дружеские отношения до самой его смерти. В январе 2022 года он скончался. Более того, она продолжала тепло общаться и с бывшей свекровью. Она вообще производила впечатление крайне положительной спокойной женщины, о которой никто не смог бы сказать ничего дурного. Возможно, только что она немного замкнутая, но всегда готовая помочь близким словом и делом. На службу в тюремную охрану Вики поступила в год развода с Томми Уайтом, что стало большим сюрпризом для знакомых. Никто не думал, что тихая женщина найдет свое призвание в таком необычном деле. Однако новая работа явно пришлась ей по душе. Это был последний рабочий день 56-летней Вики на посту заместителя управляющего исправительного учреждения округа Лодердейл. Женщина выходила на пенсию, а коллеги готовились устроить для нее вечеринку и в последний раз поздравить с присвоением звания лучшего сотрудника. Вики проработала в тюрьме 17 лет, характеризовалась только с лучшей стороны и уже четырежды получала почетную награду. В последний день на службе Уайт взялась отвезти 38-летнего заключенного Кэсси Уайта, приговоренного к 75-летнему сроку за убийство, на психиатрическое освидетельствование в здании местного суда. Две машины с заключенными уже уехали в суд. Каждую из них в соответствии с инструкцией сопровождала пара вооруженных надзирателей. Около 9 часов утра Вики Уайт попросила подготовить к транспортировке еще одного местного постояльца, своего однофамильца Кэсси Уайта. Перевозка заключенного одним сотрудником была нарушением правил, но для Вики сделали исключение, так как в ее профессионализме никто даже не подумал усомниться. Да и зачем чинить бюрократические перепоны человеку в последний день службы? Кроме того, женщина сказала, чтобы рано ее не ждали. Она сдаст Уайта коллегам, которые увезли в суд других заключенных, а сама пойдет к врачу, так как неважно себя чувствует. Вики вывела закованного в наручники Кэсси к заранее подготовленной машине. Усадила на сиденье, а сама села за руль. Женщина вела себя совершенно обыденно, как в любой другой день. Автомобиль спокойно выехал с территории тюрьмы. Около половины 12-го пустой форт, на котором Вики увезла Кэсси Уайта в суд, заметили патрульные на парковке местного торгового центра. Вид тюремной машины без водителя, естественно, насторожил полицейских. Они позвонили в тюрьму и поинтересовались, все ли там в порядке. Дежурные колонии начали звонить Вике, но ее телефон переключался на голосовую почту. К трем часам дня стало окончательно ясно, что произошло ЧП. Тогда же выяснилось, что Кэсси Уайт не вернулся из суда вместе с другими заключенными. Да и вообще там не был. Коллеги Вики решили, что двухметровый уголовник каким-то образом освободился от наручников, завладел оружием и теперь держит бедную женщину в заложниках. О побеге сразу же сообщили в СМИ. Телеканал и радиостанции Алабамы и соседние штаты начали передавать приметы преступника и пропавшей надзирательнице. Около 11 часов вечера жительница городка Колледж Гроув в штате Денесси сообщила, что внедорожник, похожий по описанию на тот, что купила перед побегом Вики, стоит около ее дома. Но машина оказалась пустой. Расстояние от Флоренс до Колледжа Гроув составляет 186 километров. Получалось, что Кэсси Уайт похитил Вики, пересел с ней в ее машину и двинулся на север в сторону Нэшвилла. Служба маршалов США объявила награду в 10 тысяч долларов за любую информацию о местенахождении беглого преступника. А 1 мая увеличила эту сумму до 25 тысяч. Два дня спустя СМИ облетело новое шокирующее сообщение. Служба маршалов выписала ордер на арест Вики Уайт. Ее обвинили в содействии по бегу преступника, осужденного за убийство. Выяснилось, что никакого освидетельствования беглой заключенной не должен был проходить. А документ на эту процедуру выписала сама тюремщица. Сразу же после инцидента началось внутреннее расследование, которое вскрыло множество самых странных и удивительных фактов. Заключенные тюрьмы рассказали, что между Вики и Кэсси установились особые отношения, примерно через год после того, как его перевели в тюрьму округа Лодердейл в 2020 году. Сначала симпатия выражалась в том, что он получал еду получше и некие иные послабления режима. Вики и Кэсси 949 раз говорили по телефону с августа 2021 года, причем многие из этих разговоров были крайне откровенными. Остается только гадать, как всего этого не замечали коллеги Вики, особенно учитывая, что заключенные были прекрасно осведомлены об отношениях между их коллегой и высокопоставленные сотрудницы тюрьмы. Каждый день всплывали новые факты, указывавшие на то, что Вики основательно подготовилась к побегу с возлюбленным. 18 апреля она продала свой дом за 235 тысяч долларов, хотя его реальная стоимость была более чем в два раза выше. За неделю до побега она купила несколько комплектов мужской одежды и опустошила свои банковские счета, сняв в общей сложности еще 90 тысяч долларов. Она приобрела поддержанный автомобиль 2007 года выпуска и винтовку, хотя у нее и так было оружие – 4 пистолета. Также выяснилось, что в 5 часов утра 29 апреля она выехала из отеля, который находился недалеко от тюрьмы, номер, в котором зачем-то снимала в последние дни, хотя жила в доме матери Пэт Дэвис. Впрочем, все это стало известно уже потом. «Я сказала ей, что она может оставаться здесь столько, сколько захочет, потому что она моя дочь», сказала Дэвис. Окружной прокурор Крис Коннелли заявил, что шокирован произошедшим. «Я бы доверил Вике свою жизнь, серьезно говорю. Она была нашей надежной помощницей и отличным сотрудником», – сказал он. Мать Вики рассказала, что перед побегом не заметила никаких признаков того, что с ней что-то не так. Каждое утро дочь уезжала на службу, а вечером они вместе ужинали. Утром 29 апреля Вики позвонила своей матери с работы, попросила отвезти к ветеринару приболевшую собаку и сделать еще несколько дел по хозяйству. Это был их последний в жизни разговор. Мать покойного Томми Уайта рассказала, что бывшая невестка делилась с ней некоторыми планами. Она говорила, что хочет перебраться во Флориду. «Это единственное, что мне на ум приходит», – сказала Фрэнсис Уайт, – о возможной финальной точке маршрута беглецов. 6 мая было подтверждено, что найденный брошенным в Теннесси внедорожник действительно принадлежал Вике. Полиция взяла под пристальный контроль территорию вокруг дома. При этом 4 мая беглецов якобы заметили на заправке с Нового Флоренсе. 7 мая появилась информация, что Вики может возить Кейси на инвалидной коляске, переодетого женщиной. Сама она при этом якобы использует парики, чтобы изменить внешность. Впрочем, до сих пор не очень понятно, были ли эти сведения настоящими, или полиция просто вбрасывала в СМИ дезинформацию, чтобы усыпить бдительность беглецов, что поиски сосредоточены совсем в другом месте, и опасаться им нечего. Как бы то ни было, развязка наступила 9 мая. Вики и Кейси выследили в одном из мотелей города Эвансфилла в штате Индиана. Полиция вела наблюдение за мотелем, возле которого была припаркована машина беглецов. Когда парочка заметила преследователей, они тут же прыгнули в автомобиль и начали убегать от погони. Вскоре автомобиль слетел в кювет. Правоохранители бросились к нему и обнаружили, что Вики Уайт покончила с собой. Ее любовник сдался без сопротивления. Выяснилось, что они заплатили бездомному, чтобы зарегистрироваться в мотеле от его имени на две недели еще 3 мая, и с тех пор жили там. Шериф округа Вандербург, где обнаружили Вики и Кейси, считал, что беглецы решили использовать гостиницу в качестве временного убежища. После задержания Кейси Уайт заявил, что они с Вики планировали дать бой полиции, если их выследят. Однако перед самой смертью беглая надзирательница набрала номер 911, уже из несущегося автомобиля. Из записи полиция сумела разобрать столько опасений Вики. Хотя напрямую на вопросы диспетчера никто из них не отвечал, на аудиозаписи слышен женский голос, принадлежащий Вике Уайт. «Подушки безопасности сработают и убьют нас». После того, как раздается громкий звук, женщина произносит «Боже», а затем добавляет «Срабатывают подушки безопасности, давай выбираться и бежать», говорится в аудиозаписи. Женщина произносит «Гребанный отель». Перед серией громких звуков женщина начинает кричать, на заднем плане завывают сирены. В течение следующих 30 секунд слышны только приклушенные звуки сирен, пока от кого-то не раздается тихий голос или, возможно, стон. На оставшейся части аудиозаписи запечатлены сотрудники правоохранительных органов, прибывающие на место происшествия и пытающиеся извлечь пару из автомобиля. «У нее в руке пистолет, и она дышит», – сказал полицейский. Вики скончалась в больнице 9 апреля 2022 года, застрелившись во время ареста. Зачем она позвонила в службу спасения, неизвестно. На кадрах, снятых с видеорегистратора одного из патрульных, сразу же после задержания видно, что Кэсси Уайт пытается что-то объяснить полицейским, который тащит его к машине. Позже выяснилось, что он просил скорее вызвать скорую для его жены. У Кэсси Уайта это не первая попытка сбежать из-под стражи. Сын его предполагаемой жертвы сказал, что Уайт пытался сбежать из той же тюрьмы в октябре 2020 года. В 2020 году Кэсси был арестован за убийство 59-летней Кони Джейн Риджуэй, которая была найдена мертвой в своей гостиной в Роджерсвилле еще в октябре 2015 года. Власти назвали убийство Кони заказным. Кэсси не признал себя виновным. Преступник ожидал суда, находясь в центре заключения округа Лодердейл, пока не сбежал. Сын Кони Остин Уильямс сказал, что опасался за свою безопасность, а также за безопасность других людей, пока Кэсси Уайт оставался на свободе. В эксклюзивном интервью 13 мая 2022 года мать Кэсси, Кони Мур, сказала, что чувства беглецов друг к другу были настоящими. Во время телефонного разговора с ней из тюрьмы, после поимки Уайт разрыдался и сказала, что не верит, что Вики больше нет. Главной загадкой, над которой бьются все, кто знал Вики Уайт, остается мотив безумного и совершенно несвойственного ей поступка. Многие до сих пор уверены, что Кэсси взял ее в заложники, а потом она стала жертвой стокгольмского синдрома или что-то в этом роде. Правда, факты указывают на обратное. Остается только предположить, что Вики и Кэсси Уайт действительно полюбили друг друга и нашли единственный способ побыть вместе хоть немного. Преступник был уже фактически приговорен к пожизненному заключению, а у образцовой надзирательницы к 56 годам не было ни семьи, ни детей. Видимо, безумный побег с молодым любовником стал самым ярким событием в тихой и очень правильной жизни женщины из Алабамы. Да и пострадавшими в этой истории оказались только сама Вики Уайт и репутация тюрьмы, где она проработала 17 лет. Он опасный парень, и мне стыдно, что он сбежал из нашего учреждения. Я разочарован в своем сотруднике. Я собираюсь сделать все, что в моих силах, чтобы подобное больше не повторилось. Наша работа тяжелая, сказал директор тюрьмы Джейсон Батлер. По его словам, заключенные могли проявлять жестокость и словесные оскорбления. А иногда Вики Уайт поговорила об увольнении. Тем не менее, она преуспела. По словам Батлера, она снизила эскалацию, когда вспыхнули столкновения, и работала в коридорах даже в качестве администратора. Однажды, когда заключенный кого-то укусил, она схватила его за лицо, чтобы удержать рот человека неподвижным. Я понял, что невозможно узнать человека полностью. 17 лет совместной работы. Я думал, что знаю ее.